Командир роты из Бурятии признан виновным в пытках военнослужащего. Днем 20 августа 2021 года контрактник Волосатов помогал с ремонтом крыши дома своей матери. Вечером за ним приехали двое военнослужащих из его части. Они заявили, что ему нужно вернуться в расположение по приказу командира роты Андрея Николайчука. Сослуживцы увезли его из дома матери не в часть, а к дому Николайчука. Офицер был пьян, мужчину увезли в лес. Там Николайчук стал предъявлять претензии по поводу прибытия, не прибытия на службу. Достал пистолет и выстрелил прямо возле уха военнослужащего. Волосатого оглушило, он схватился за ухо рукой. Затем офицер ударил рукоятью пистолета по руке, которой подчиненный закрывал ухо, а потом и просто в ухо. Николайчук говорил, что шлепнет мужчину, закопает в лесу и ему за это ничего не будет. После этого офицер выстрелил Волосатого в правую ногу. Командир защелкнул наручники на левой руке военнослужащего и приказал сопровождающим пристегнуть его к дальнейшей батареи казармы. Когда они вернулись в часть, расположение приехали уже около двух часов ночи. Подчиненный Николайчука выполнил приказ. Но утро Волосатого стало только хуже. Его отвезли травмпункт в Улан-Удэ, где медики подтвердили пулевое ранение. Сам Николайчук полностью отрицает вину. Он утверждает, что в лесу было просто беседовали с контрактником. Не стрелял в него никто, никто его не избивал, а также и не пользовался наручниками. Улан-Удэнский гарнизонный суд приговорил Николайчука всего к трём с половиной годам колонии общего режима и лишил воинского звания. Кто там говорил за гордость бурятов? Кто там рассказывал? Вот вам пожалуйста. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублём. Все ссылки в описании. Спасибо.